буду как принцесса я думаю что я буду сама в эпицентре внимания девушки будут такие второстепенные потому что все-таки я разбираюсь в моде и я выгляжу конечно на миллион но посмотрим на конкурентах привет привет меня лен зовут привет познакомиться я сразу поняла что это то будет серой мышкой которая будет сидеть в тишине ничего слова не скажет симпатичная но все-таки такая корона у нее я не считаю что прямо на этой короны достойны расскажи чем-то занимаешься по жизни я стилист я прошла курсы по стилю у меня есть чувство стиля я вижу гармоничные сочетания одежды я вижу кому что подходит я просто обязана победить мне вот интересно вот как ты стилист я считаю что колготки бежевые это дурной тон но это мое спасибо за твое мнение моя ж ты милая приду без колготок следующий раз деревне так идут картошку копать москва это мода это стиль это деньги это нужно понимать нужно немножко соответствовать мы в москве мы в россии живем я естественно я пришла в колготках странно вот что она без них пришла на их куда делать дорогу и да меня зовут софья николаевна да я педагог по алгебре я блогер уважительная причина это кума я ставлю оценку видно что что-то не то с человеком я бы на ее месте бы пообщалась бы с психотерапевтом уже сколько тебе лет можно со мной разговаривать на вы да нет вы ты господи сначала вы надо заслужить если захочу я скажу здравствуйте на уважение мое надо заслужить давайте я представлюсь елена меня зовут стилист приятно познакомиться приятно инна как мне можно на ты очень приятно конечно если бы узнать про тебя расскажи наверное какая-то творческая личность в основном я работаю моделью по одежде у меня вся работа связана с одеждой я постоянно фотографирую одеваю ретуширую фотографию если честно мне кажется что она никакая не модель она оказывает сексуальные услуги мужчинам возрастным василиса вас такой необычный образ скажите пожалуйста что вы этим образом хотите донести я ношу леопардик леопардик вообще всегда стильно да мне ногти леопард меня все леопард для меня это стиль моей жизни я считаю что многовато леопарда я бы его оставила как-то более лаконично или выбрал например либо леопард либо красный да как ты все вместе слишком агрессивно такому стилисту как лена да я бы никогда в жизни да я бы не пошла в недостилист да извините расскажи пожалуйста почему ты решила стать стилистом обычно стилисты там с розовыми короткими волосами какие-то цепи обычно какие-то ботфорты я сама не пошла бы к такому стилисту не на разбор не на обучение хотел бы создавлять луки для повседневной жизни там чуть более яркий чем там люди сами себе придут мне это интересно я буду так потому что я считаю что это подходит моей фигуре моему образу жизни очень много и расти потому что юбка очень сильно укорачивала ее рост она наоборот подчеркивала что она маленького роста а давай тебе сейчас ножницами отрежем вот так вот юбку вообще ни за что нет давай мы тебе ее вот так по диагонали срежем ты же потом спасибо скажешь ну серьезно серьезно несерьезно все нет куда я пойду это в такой юбки в короткой смотри как круто у тебя ноги длиннее сталь ну слушай меня даже вот этот разрез уже как бы перебор потому что я все шла думала не вылезает у меня тут ты должна подчеркивать себя вот у меня нога смотри конечно анти секс антимода анти леди там полный анти так себя ведет прямо как будто уже прошаренная там вся в стиле в моде а по сути черненькое платье черненькие туфельки ну такое это же просто одежда лучше конечно не будет но чтобы ей это доказать я уже согласилась знаете что окей реж хорошо посмотрим у меня пальто длинное может быть я и открою глаза на то что нужно экспериментировать я открою глаза на то что нужно не париться насчет одессы я и открою глаза на то что нужно быть немножко спонтанной это и есть смысл стилиста но хорошо же получилось красивый но лучше было до кричала я сейчас делаю вау-эффект просто испорченная вещь получилась покопала на себя как стилист но инна-то не пальцем делана она же специально испортила да лук она не погнагадила понимаете устранила конкурент здравствуйте дорогие вы мои прикольно я даже не знаю кого туфельки наряднее нужно срочно брать такие я ваша миногарова ведущая проекта богиня шоппинга а вы богиня шоппинга теперь оглашу наше задание мы собираемся с вами на пока на фэшн-вик для меня вообще идеально это задание я люблю моду стиль и в целом это там все будет ну то есть это прям как себе домой вот после задания я конечно вдохновилась если мечтала даже побывать на таком мероприятии для этого у вас будет 15 тысяч рублей я могу на эту сумму три года одеваться да и выглядеть при этом круто и конечно же время вам дается один час на то чтобы подобрать идеальный аутфит я бываю там по пять часов что-то хожу пока переоденешься пока примеришь в этом плане да я думаю будет сложно мне спасибо девушки до этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся желаю вам большой удачи девочкам я могу пожелать конечно удачи но это бесполезно нет смысла даже я такая сексуальная активная модная я взорву этих такой звук боже он уже дверные звонки не пародировал привет рада что вы добрались до меня давно я вас ждала а что мы куда-то вдаль ехали через метели через год и через расстояние пойдемте посмотрим как живут современные стилисты идем ко мне в гости и собачка на нее джебачка смотрит как будто как ты как устились меня зовут елена шаповалова я стилист я прошла курс осознанный гардероб вот почему ты стилистка ба я все искала это профильное образование как говоришь часть вещей которая висит мертвым грузом и там создает иллюзию наполненного гардероба мы ее изымаем и там раздаем продаем или просто куда-то откладываем ну какая ерунда хватит слушать вот этих вот доморощенных коучи типа стилистов типа гуру ну что заглянем ко мне шкаф этот взгляд собаки что же у меня есть интересного шкафу ну самый конечно главный мой аксессуар это базовый трендовый код он у меня все сезонный какой еще винтажный что он сочувствует во-первых ты его аксессуар ты не понимаешь еще просто ты что посмотри на его взгляд ты можешь а мы тебе мешать не будем я тут тихонько покажу свои вещи я на новогодние распродажи поймала себе вот и вот лоперы прям очень мне нравится и стоили они всего и рисочка 2000 рублей и рисочки в голове два вопроса вопрос номер один я бы даже сказал какого лешего ты назвала меня и рисочка а второе зачем ты мне все рассказываешь про какие-то лоперы и рисочка конечно но главная слушательница и и ну вы смотрите какая она но не взгляд такой вот потому что она прежде всего слушала все переживания хозяйки своей вот и что не расскажи она действительно как будто тебе сопереживать даже с этим пиджачком вот уже видите какая гармония уже но она конечно стилистка или она это царица полей цветов я вспомнил кого она мне напоминает ленивцы из верополиса на почте который работал она также разговаривает и похоже на него мой любимый образ мне нравится эта юбка такого приятного лососевого цвета обожаю когда находят эпитеты своим вещам гармоничная там какая-нибудь у нее футболка у нее какая-нибудь персикового дерева оттенка кофточка мне кажется что эта юбка придает какой-то загадочности она как бы намекает что ты вот такая девушка необычная до с изюминкой ты же понимаешь если юбка оттенка лосося то значит ты девушка не с изюминкой ты девушка с икринкой с жабрами с плавниками а если бы ты была бы сомом то было бы еще с усиками тимош ну подсказывай что мы еще покажем расскажи люкс у нас еще остался какой-то кроме тебя вот эта рубашка на меня все время притягивает кошачью шерсть поэтому даже несмотря на то что она дорогая она как-то вот мне не очень дорога стала как может просто нужно там например кота вычесывать или может быть роликом пользоваться или может быть антистатик но есть же какие-то разные средства мне нравится в турции покупать там очень большой выбор и там уже весят готовые комплекты понише смотришь ага хорошо берем комплектик уже стилист ну какие готовые комплекты ты же наоборот человек который сам делает эти готовые комплекты то есть для тебя не должна быть какая-то особая проблема прям видно что джекпот сорвала в этом костюме прям вообще даже не костюма джекпот ой то о чем ты я его очень часто ношу костюм люблю костюм не висит без дела если бы я например спасал бы этот костюм то я бы посоветовал его выбирать все-таки на размер а может быть даже на два размера больше при этом подкатывать рукава и тогда возможно он бы смотрелся бы как-то более динамичным современным более свежим потому что сейчас ну прям совсем прям горюшка прям обнять и плакать прям стилист стилистович сейчас вы увидите как шопятся профессионалы так и рис очка жди меня жди меня с победой вот риска счастлива сейчас она вообще разжуется даже только за порог и это кошка собака ура свалила наш этот великий стилист фу давай фу давай доставай люкс давай доставай люкс сейчас будем в карте ходить для меня как для при рожденную стилист она родилась красивой и стильной сразу вылазила в реке овенсе в этот мир зашла не составит труда подобрать лук но в неделю моды за один час за 15 тысяч рублей моих конкурентах просто нет шансов шоппинг со стилистом стоит где-то от 30 тысяч рублей но это она где такую сумму дела с таким вкусом от тридцати тысяч классный лук уже собран интересный здесь как это называется хорошо правда как корабль назовешь так и поплывет и назови как хочешь ты скажи всем за тридцатку ты можешь и дубленка это назвать я тебе скажу так так назовешь так и будут дальше именовать меня есть такое чувство я чувствую человека чувствую его стиль могу подобрать то что ему подойдет немножечко могу податься в наименованиях если по телефону это вообще ужас консультация но возьмите как их но лофер может взять ну хотите возьмите лоферы красиво будет в целом то вот на голове если мне очень нравится этот образ нам вообще не нравилось было пусть прости мне нравится что брюки так подчеркнули фигуру и они очень гармонируют с моей кепкой ну так потому что брюки подобрал авто не сказать что гармония ты просто тона подобрала я думаю что на неделе мода я бы имела успех в таком наряде кажется отлично и справилась но вот в таком на модный показ пойти на это просто позор века если мы говорим о неделе моды то это чаще всего предполагает какие-то ну скажем так яркие супер модные вещи в данном случае ничего подобного я не вижу единственное открытие для меня в этом образе что у тебя оказывается есть фигура на показах всегда очень мощная энергетика нравится как там все устроено как там все выглядит вот это все освещение под динамика моделей мне нравится какие люди туда приходят а это же просто кто во что гораздо сразу видно что человек никогда не был на показах вот прям сразу видно льет воду но так ну ни о чем но не позорься уже ну хватит ну все лен и давай все тебе пора домой там это и риску надо кормить риску и барбариску я в дубае был на модном показе в качестве модели и на меня смотрел леонид агутин филипп киркарео со своими детьми и очень много разный шоу-бизнесные шушеры дорогая привет спешу сообщить что первые 60 минут уже истекли мне кажется знаешь по меркам этой елены знаешь первые 60 лет уже истекли если ты знаешь чем отправишься на показ на неделе моды то тогда смело беги на кассу если нет отправляйся в отдел перчаток сейчас мы будем увеличивать это время в одних перчатках ты найдешь 10 минут дополнительного времени в других 30 и в третьих 60 даю подсказку наибольшее количество минут спрятано в перчатках такого же цвета как у джеффри голдблюма когда он закрывал показ прага на мужской неделе моды в милане удачи мужской показ откуда я вообще знаю кто там а вот сейчас мы и проверим какая она стилистка за 30 тысяч рублей я вообще думаю что что я сейчас увижу и наверное пойму о каких перчатках идет речь какое-то время назад суд дизайнером бренда прада стал раф симонс представитель антверпенской четверки и теперь вместе смеучие они работают над коллекциями бренда на последней мужской неделе сезона осень-зима 2022 23 года на подиум вышли разные актеры в том числе джефф голдблюм который был в перчатках черного цвета так закрывает показ недели моды наверно что вот это будет выбираем вот эти серые однотонные что там что-то 10 видео отдание отдание подруга и лучшего отданьки за 30 секунд ты должна вспомнить название фэшн брендов которые начинаются с тех букв что я буду называть а сейчас раздеваться давай фэнди не знаю лена ну ты же стилист у тебя же должны бренды понимаешь отскакивать от тебя не знают а рмс на букву и блин могла бы все время себе выиграть на букву и ты могла бы вспомнить singer pink или например где джоджа дзенья ну а раз ты не вспомнила то от меня дополнительного часа не получаешь в этом маке т какой потрясающий образ что я обязательно буду выглядеть феерично на неделе моды и в финале она эта говорит протяжной что я могу успевать говорить раньше ею вот то есть смотрите в этом пакете такой потрясающий образ что я обязательно Буду выглядеть феерично на неделе моды и финале. Никогда ни на такой скорости не была. О, привет! Добро пожаловать ко мне, к супергерою. Я вам покажу супер гардероб и в чем его сила. Пойдемте со мной. Так, суперсила у нее, но в оголении полоски живота. Я работаю моделью. Меня зовут Инна Рокс. Рокс, Рокс, эй, Рокс, Рокс, Чокс, Чокс. Рокс — это не фамилия, это мой ник. Фамилия у меня Кузнецова, и она такая славянская, а мой образ немножко другой. И Рокс — это более такое статное, строгое что-то. Еще зубную пасту так называют. Неплохую, кстати. Реально? Такая она была как-то в супермаркете. Она называлась как-то дорого, роскошно, а стояла у паст. И такая, о, ну 300 рублей. Ба, за пасту зубную назовусь. Я сейчас расскажу вам про свою суперспособность. Сейчас дай угадаю. Ты превратишься в кузнечика. Как вам кажется, сколько стоит это платье? Ваше предположение? Даю 300 рублейских. Специально тебя запутать. Ну три, максимум 5 тысяч рублей. Это платье стоит полторы тысячи рублей. На самом деле это платье я купила за 700 рублей. Да, ребят, за 700. И я не упустила этот шанс. Я его купила и поняла, что я буду выглядеть на миллион в нем. Да нет. Оно реально выглядит, как будто бы из зеленого пакета целлофанового сделали платье за 700 рублей. Людей логика странная. Если я скажу, что я купила платье больше, чем за 15 тысяч, скажут, что насосала. Ой, ну тоже мне интриганка такая. А как лучше, чтобы говорили, что насосала или что нищебродка? Я не знала, что уже из-за платья такие проворачивают дела. Обмечали про фурсетки-то. Поэтому вопрос цены я стараюсь не обсуждать. Ну вот я тоже обычно, когда что-то покупаю, я прям вопрос цены стараюсь не обсуждать. Ну вот там написано 15 тысяч. Вот у меня 500 рублей. Я думаю, да я не буду обсуждать сейчас вопрос цены. Вот я положу 500 рублей, отдавай. Гляньте, как кто к нам из-за холодильника выходит. О-о-о! Ба-а-а, дубайская царица! Это мой один из самых любимых образов, восточный. У меня была красивая фотосессия в Дубае. Ммм, в песках стояло 400 рублей, уплочено, тысяч. Ну все, сказали, вот ваши фоточки, вот ваш обратный билетик. До свидания. Ва-а-а! Дубай. Модель. Фамилия Рокс. Наводящий, конечно. Сомнения у меня сейчас. У каждой уважающей себя модели, которая выдает платье за 700 рублей за платье за миллион, должна быть приличная фотосессия в Дубае. Там некоторые фотосессии на балконах мы видели. Это платье. Это комбинезон. Какого же какого платья? Вот это мода. Смотри, как у платья уже какие разрезы делают интересные внизу. Выглядит как штанина. Вот это мода, а? А вот говорят, ничего нового не придумают. Ты посмотри, какое платье придумали. На брюки как похоже. Стиль. Мне его подарили. В моем гардеробе 70% вещей это подаренные и 30% которые я сама себе купила. 30% которые я сама себе купила. Мне нравится ее экономический подход к ситуации. Такая она. От поджаста. 30% куплено. Моржа вот такая. Блин, ну почему у меня так не бывает? Вот я не могу такого сказать о своем гардеробе. Я познакомилась с молодым человеком и он просто влюбился в меня. В таком-то платье он опешил, идет, думает, какая-то девка в комбезе, а тут ба, дама в платье. Подарил мне еще браслет серебряный и все. На этом мы потратили 45 тысяч. Я нисколько не потратила. Мы потратили 45 тысяч. Вот это, конечно, замечательно. Это что это у нас? Это НЭП или что это за вид деятельности экономической? Вложилась, как говорится, душой и сердцем только если. Моя мама вообще говорит, что я обладаю определенной наглостью и не имею совести. Вообще, если мать что-то говорит, надо как будто бы задуматься. Ну я и отвечаю так, что, мам, если купят не мне, значит, кому-то другой. Тогда мне это не подходит. А почему нет логики, куплю я себе сама? Ну, например, так же тоже может быть. У меня был молодой человек. Я ему говорю, смотри, какие классные туфли. Но моего размера не было. Он такой говорит, так ты понимаешь, что можно заказать на складе свой размер и тебе привезут? Я говорю, я не знала. Ой, можно заказать? А помоги, я не разбираюсь. Карту надо указывать банковскую. Подскажи, как? Вот введи свою. Я посмотрю. И был момент, когда их привезли. Мы пошли в этот магазин, приходим. И он отошел от кассы. И я поняла, что плачу за них я сама. Слился до того, чтобы их оплатить. Вау! Тентаконечно! Он ее облапошил. Какого-то встретила Альфонсо. Молодец, умничка. Хороший человек. Ставлю лайк. Почему-то стало радостно на душе. Не могу, я стервочка-стервозница. Вы видели мой гардероб. Сейчас я отправляюсь на шопинг. И убежу вас в том... Убежи мне скорее уже. Убежи. Что я буду самой главной на финале. У меня есть ровно один час. 15 тысяч рублей, чтобы собрать образ на неделю мод. Я готова. Я заряжена на успех. Конкурент не трепещили. Я бы сходила на какой-нибудь показ, который будет максимально необычный. Чтобы я сказала, да ну вы там под чем были. Потому что, ну я прям понимаю, что они мыслят так, насколько я никогда в жизни не буду мыслить. Меня пригласили на показ мод. А это была моя мечта, просто пройти по подиуму. Я прихожу и такие, показ мод розового кролика. А это секс-шоп. И мне дают, короче, какой-то кислотно-розовый костюм. И зайца в бандаже. В БДСМ нам. Я хотела, кстати, пойти учиться на дизайнера одежды. Ну, Лапусь, куда тебе это? Ты бы сочиняла вот эти все костюмы худе, мягкие и пушистые. Вот эти вот лати шурумные, какие-то непонятные с запахами. Вот это все. Я могу однозначно отметить в этом образе его палитру и колористику. Она довольно-таки приятна глазу и интересно рассматривать. Единственное, что, конечно же, сюда не нужны эти кроссовки. Нужно подобрать какую-то другую обувь и хорошо на эту тему подумать. А так, по большому счету, образ имеет место на существование. Я думаю, что я смогу продемонстрировать этот образ так, что любая девушка просто его захочет. Я же модель. Нормально? Очень уверенная походка модели. Очень сильно. В торговых комплексах часто подходят какие-то пикаперы, знакомятся к нам. Еще такое слово существует. Они прям так и говорят. У них какое-то уже зарегистрированное ООО. Пикаперы. Но ко мне, кстати, редко подходит. У меня всегда такой покерфейс, чтобы меня лишний раз уже не дергали. Скажу, почему я хожу с покерфейсом. Я таким образом фильтрую людей. Слабый мужчина ко мне не подойдет. Сильный, ну, уже, да, посмотрит. Этот образ мне по душе, потому что у меня подчеркиваются бедра, у меня подчеркивается талия, у меня подчеркивается грудь. И если мне будет холодно, я накидываю жилеточку. Ну, это какое-то настроение, конечно, Ким Кардашьян за пять копеек. Такое состровяние, ну, тоже, и причем не нынешнего времени. Ну, долетают, конечно, да, отголоски поп-культуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, сейчас мы посмотрим, как ты разгадаешь. Так как я вообще в целом телевизор не включаю практически, то я вообще не знаю, про какой показ моды идет речь. Может, мы хотя бы предположим, что за бренд? Может быть, слышала где-то? Может, где-то видела? Может, в Дубаях прочла? Там, господи, всего пять букв. Если честно, вот эти познания у меня впустую. Я вообще в этом плане не знаю имен. Я не помню. Вообще сейчас мысли нету. Ну, ладно, я потом подготовлюсь. Ну что, мой образ на 15 тысяч рублей готов. Мой образ будет самым главным событием не только на моде фэшн, но будет также и на финале. Мои конкурентки, припишите, пока. На моде фэшн он будет. Как говорится, потом посмотрите. Можно в корзинку до 56-го размера брать. Пожалуйста, берите. Все, thank you very much. Спасибо большое. Отличная женщина. Всех благ и успехов, удачи. Промфункт нет. Здравствуйте. Нет, нет, пожалуйста, нет. Она же сейчас вот так будет пить, да? Нет. Походите, что, раз пришли-то уже. Моя фаворитка. Моя любимица. Аж насморк появился от радости. Пришла беда, откуда не ждали. Ну, серьезно, я думал, так уже все ладненько, понимаешь? У меня и волосы сегодня как-то так не поотпадали к концу. Нет. Здрасте. Меня зовут Софья Николаевна. Да, я педагог, учитель алгебры и по совместительству веду геометриум. Это педагогический рэп. Здравствуйте. Что у нас сегодня вкусненького? Дорогу. Педагогу. И спрашивайте, откуда я это знаю? Это лютый кринж года. Триса, артистка. Картонка, маленькая собачонка. Сейчас буду показывать вам свои луки. Самые лучшие из лучших. Быть в моде, это всегда важно. Это, извини меня, встречают по одежке, да, провожают по уму. Но иногда приходится и по одежке, и провожать. Если второго не найдено, то уже с чем пришли, с тем и уходите. У нас была учительница, которая, когда разговаривала, у нее была своя особенность. Она когда говорила, вот она рассказывает тему, говорит нам, допустим, здравствуйте, что у нас сегодня вкусненького? И продолжает, продолжает, потом и вот тема следующего урока. И мы такая, умирает, что с ней происходит? Что у нее, астма, тахикардия, что случилось? Это моя счастливая блузка. Тоже у меня такие гардеробы, есть вещи, тоже есть куча счастливых вещей. Надо, если что важное, обязательно в счастливые вещи идти. Я в ней, если честно, человек 10 от счастливой гимназии. Да лучше бы в этой блузке человек бы 10 развели бы на золотую медаль. Вот тогда бы она была бы счастливой, а сейчас очистила. Я тебе говорю, да на золотых медалях, что ты сидишь смотришь на эту челку липовую? Мы бы уже подняли бы, знаешь, какое состояние. Вот так, чел. Да, вот такая вот детская, веселая, потому что я сама по себе веселушка, такая хохотушка. Мы заметили позитив со всех дыр. На свидание могу пойти в такой, да, потому что... Я сразу показываю, что я такая вот неординарная личность. На свидание. Просто в мастерскую к трудовику сходить. Вот мне кажется, реально, ей надо вот с каким-нибудь, типа, трудовик вот туда вот. Потому что трезвым, ну, вот это вот все выдержать тяжело. А если он под шофер, то пух, в легкую. Чтоб мужчина понимал, с кем связывается. Ну, как говорится, а кого на Микки Мауса привлекаем? Ну, я бы поостереглась, честно говоря. Еще учительница. Ого! Может же, когда хочет, ты посмотри, и пупочек открыт, и сисички разрезик видно? Сережки с бриллиантами. Вот, как говорится, бриллианты – это лучшие друзья, девушки. А-а-а, это просто, как говорится, кто-то кому-то помогал ЕГЭ сдавать. Оттуда, наверное, и какие-то бриллианты. Друзей у меня нет, а бриллианты у меня есть. Всем таких друзей желаем усиленно. И, конечно же, черная куфточка с таким вот декольте. Ношу ее на самом деле по праздникам, потому что она у меня дорогая. И, в принципе, такое декольте в школу не наденешь. Почему наденешь, почему не наденешь? Можно. Можно. Детская либидо поднять. Берегу, как зимница, око. Да, вот сегодня надела к тому, что вы пришли. Чтобы этот комплект правильно работал, его нужно дополнить пиджаком. Тогда вот получится какой-то завершенный более-менее образ. Потому что сейчас его абсолютно не существует. Либо же второй вариант – развести эти вещи по разным комплектам. Потому что сами по себе брюки симпатичные, они могут быть. И, в общем-то, этот топ тоже может существовать. Пойдемте закупаться и смотреть самые молодежные луки. У меня был фэшн-проект. Ба! Я надеюсь, какое-то центральное, какое-то шоу модное. Один раз, на самом деле, вот когда приходил фотограф в школу, да, и я фотографировалась на синем пони. Это считается, да? Да. К нам в школу приходили фотографы и обладатели золотой медали по фотошопу. У меня есть фотография с группой Смэш. Сергеем Лазаревым и Владом Топаловым. Я пришла сюда победить, и я это сделаю. 15 тысяч и час времени для меня не проблема. Ты видела? Во-первых, это не футболка, а какое-то мини-платье. Во-вторых, там расстегивается на золотой молнии леопард и появляется морда леопарда в короне. Боже, я такого еще не видел. Это очень красиво. 14 тысяч, нам не хватает. 6 тысяч. Там мне не добавят денежек. 8 тысяч. Это откуда? У меня такие денежки, денежки. Мне не хватает. Пойдем в отдел бюджетников, педагогов. Энта, Китюся, у нас у всех сейчас такой отдел. Вот 3 тысячи есть. Красотка же нерялка, да? Молодежная, вкусная, красивая, яркая. Это все про меня. Немножечко про меня. Шат-шат. Если она придет в таком на модный показ, ее попросят помыть полы, мне кажется. Нет, платье не спасает, и с ним образ лучше не становится, это точно. Все то же самое. Странные гримасы, ужинки, кривляния, переигрывания. И все в сумме с этой одеждой. Получается какая-то просто ерунда. Не верю, наряд ужасный. Так, ну я конфеточку возьму по-тихому, да? Она и из кассы, по-моему, уже что-то берет. Я как из фильма из Гэтсби, буду с такой вот штучкой. Да ты сама как Гэтсби у жену его Энтова Ди, Энтова Каприо, Энтова Лео. Фу. Увидев вас в этом образе, трудовик явно из-за поя не выйдет. Но для какого-нибудь школьного корпоратива вполне себе сойдет. Ничего интересного, просто набор каких-то рандомных, очень странных вещей. Вы точно так же в нем выглядите и точно так же в нем двигаетесь. Поэтому мне кажется, здесь в общем-то все совпало. Прекрасный образ, берите его в финал. Привет, спешу сообщить, что первые 60 минут уже истекли. Отправляйся в отдел перчаток. Сейчас мы будем увеличивать это время. Как она сидит? Ужас. Даю подсказку. Наибольшее количество минут спрятано в перчатках такого же цвета, как у Джеффри Голдблюма, когда он закрывал показ Прада на мужской неделе моды в Милане. Удачи. Ну, конечно. Конечно, я же это знаю. Это во мне 7 и 8. Это не сумма квадратов катетов, которая равна квадрату гипотенузы. Да, вот такое у нас задание. Вообще ничего не поняла. Это что за подсказки? Подсказки. Это не подсказка, это наоборот антиподсказка. Меня вообще запутали. Непонятно, что я должна тебе. Когда встречаешь ученика, который тебя умнее, начинаешь его гнобить, а? Сразу видно, училка. Перчатки, перчатки. Кто-нибудь видел? Ну, вот перчатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять минут. Ура! Самый маленький промышлоток времени я выиграла. Как говорится, какова зарплата учителя, такова и минутность. Вот зебра такая веселая. Ну, не такая веселая, как ты, моя хорошая. Крокодил какой-то, да? Это тоже я. Это все, что я люблю, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леопардовый как раз, вот мой любимый, мой мастхел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй. Дарю тебе возможность выиграть дополнительные 60 минут на шоппинг. Для этого за 30 секунд ты должна вспомнить название фэшн-брендов, которые начинаются с тех букв, что я буду называть. Так что давай попробуем. Делаю ставку на тебя, моя любимица, ну. Итак, буквы. Ф. Я не знаю таких. Я по таким не хожу. Откуда я знаю, это такие-то? Р. Р. Рича. Это же сок. Ж. Джордан. Ж. Джордан. Да. Первоклашки будут счастливы. Разнообразить алфавит. Современная интерпретация. А. Откуда я это знать должна? Так я тоже, знаешь, никогда биссектрису за руку не держал. Никто этого в жизни не видел. Нет, ты должен это знать, должен это выучить. Вот тебе, пожалуйста. За всех детей, кого калечат подобные преподаватели, я сейчас отомстил. Все мои соперницы, да, будут лапы сосать, как говорится. Ой, да мы уже все будем. Сегодня день финала. Я в предвкушении увидеть их образы. Мы сейчас смотрим за этой, этой, как ее, Леной. Че она удивит нас, как ты думаешь? Я думаю, у нее полный минимализм. От нашего скромного стилиста Елены я не ожидаю ничего серьезного. Я думаю, это придет что-то такое закрытое, скромное, что-то в клетку и с белым верхом. Я подобрала настолько яркий, невероятный образ, что богиня шопинга точно должна стать я. Я думаю, что богиня шопинга. Лена красотка. Она в этот раз прям посмотрела на меня и решила повторить образ, но немножко переборщила. Какие-то вырезы какие-то. Я вижу, что ей некомфортно было. Слишком уж похабно. Че-то мне как-то это самое. Как-то кажется, что... Можно нам показаться так? Раздевайся. Такой слишком какой-то похабный. Слушай, даже переплюнула меня в этот раз по пошлятине. Нам не нравится такое. Взяла, швырнула. Она так своих детей швыряет, что и на уроках. Или они в нее мелом швыряют. Она вообще откуда взяла-то такое поведение? Очень хорошие тапочки. Мне не нравятся тапочки. Они как будто с пляжа только что, она их надела. Ноги проветривают. Это самое главное. И они очень даже молодежь. Это единственное, что мне понравилось. Я не понимаю сочетание цветов. Темно-холодный синий и теплый топ по цвету идет. Я заземлила яркий неоновый цвет, коричневым топом. И поэтому образ стал более гармоничным. Не знаю, как ты не можешь такое заметить. Мне кажется, Елене придется платить людям еще долго деньги, чтобы хотя бы они согласились, чтобы она их одевала. Извини, Лена. Я бы точно к тебе бы не пришла. Я знаю, что здесь 10-тибалльная шкала, оцени меня. Но я буду оценить по 5-тибалльной, как в школе. Елене я поставлю вот такую вот отметку, потому что мне не устроила похабщина. Да, по-любому она вошла. А что у вас тут самое обтягивающее, самое короткое? И где тут самое большое декольте? Я там буду что-то выпячивать. Мне сказалось, что вульгарно. Она сама сейчас еще вульгарнее наденет что-нибудь. Она, наверное, перепутала программу. Может, какой-то другой. Эротического характера, да, пришла нам здесь показывать. Она пришла не с нами соревноваться, а мужчину искать какого-то. Да по-любому. Я профессиональная модель. Я ничего не боюсь. Легкое волнение есть, но я же профи. Я незабываемая, суперская, классная. Я богиня шопинга. Звезда. Молодежная такая. Идет какая-то непонятная. И чуете? Это модельная походка. Какой еще фэшн-вик ей? В сумочке то что, карта тройка на метро. Девочки, вот так нужно одеваться на фэшн-вик. Фэшн-вик в колхозе красный лапоть у нас, наверное, проходит, да? Странные ботильоны. Они не актуальны. Они не подходят к этому образу. Пошла бы в углах каких-то занюханных, разношенных, лаптях. Я сколько глаз защурила, я не увидела моды. Богиня эскорта только если. Заметьте, ничего пошлого здесь совершенно нет. Сексуальный вырез. Смотри. Где он сексуальный? Извини меня, я сейчас замерю, сексуальный он или не сексуальный. У тебя, видимо, комплексы по поводу груди не надо. Лучше не пачкай, пожалуйста. 9 сантиметров. А то леопард отпечатается на этом образе. 9 сантиметров, это нулевка. Что тут смотреть-то? Зачем привлекать внимание к себе таким вот нелепым способом? Подчеркнула бы узкую талию свой там орех упругий. Но не отсутствие груди. Девочки, зависть выглядит именно вот так. Вы ничего хорошего даже про мой образ не сказали. Если было что сказать хорошего, мы бы сказали. Серьезно, все предсказуемое, облегающее однотонное платье. Цвет, кстати, ничего и тебе идет. Но фасон что-то слишком какой-то унылый. Инна, за твои бабушкины ботильоны и тетушкин платочек только тебе пятерку. И то с натяжкой. Ну как ты думаешь, она нас удивит? Может быть, в ней проснулась действительно, чувствуя стиля, и она сейчас нас просто на повал сразит? Я вот тоже думаю, знаешь, что она сейчас так отожгет. И радикулит пройдет, и парик отпадет, и красная шапочка потеряется. Она сейчас нам такие вещи тут покажет. Ей много чего подойдет, у нее фигура классная. Я жду, что она произведет какой-то эффект. А вдруг она такая и есть, вот реально? Конченая? Я хотела сказать странная. Конченая. Я думаю, что нет, она же должна быть вменяемой хотя бы немножко. Иначе бы я бы о ней точно бы слышала где-то, что на просторах Москвы разыскивается женщина странная, в леопарде с красной шапкой. Ручонки-то свои поубирали, я сама могу вообще-то. Вкусняшка такая. Я гуру моды, поэтому богиней шопинга стану именно я. Ручонки-то свои поубирали. Уже нет этих велосипедок, уже нет этого вездесущего леопарда. Но почему прическа-то осталась? Как-то ее в этот старушечий стиль затянуло. Слушай, но у меня много вопросов. Почему парик все-таки остался? Где твоя красная шапка? Она хотя бы подчеркила твою харизму. Где твоя сумка? Куда ты будешь вещи складывать? А я тут это самое сюда подложу. Так там же грудь твоя. А вот твою линейку куда ты запихнешь? Твой третий размер подложу. Меня же есть куда прятать. Не в твоем случае. Я думаю, что ей нужно было как минимум чем-то дополнить образ. Хотя бы поясом обмотала бы талию. Было бы уже что-то шикарное. Почему оранжевый? Это же пестро слишком. Оранжевый? Это молодежно. Смотри, как он сочетается вместе с таким вот мятным. Он не сочетается. Этот человек пошел пенсионное удостоверение себе продлевать или на какую-то там бабушкину вечеринку. Но точно не под наше задание образ. Ну слушай, брюки, конечно, старперские, но если взять ножницы, можно сделать шикарные келоты. У тебя мания на ножницы порезать, почикать, испортить. Ты ее испортила уже. Инна все пытается под свои стандарты подогнать и всем доказать, что вот у нее там какое-то супервидение, суперталант, что сейчас она все сделает классно. Ну, конечно же, нет. Вот так вот подвернуть. Ну, посмотри, интереснее же смотрится. Это слишком пошло, мне кажется. Слушай, у тебя лосины такие пошлые были. Со своей похабщиной уйди, уйди отсюда. Учительница наша рано завершила свою трансформацию. Надо было ей дальше продолжать, а не останавливаться на полпути. Поэтому максимум, что я могу ей поставить, это пятерку. Вот так из дыма, как всегда. Здравствуйте, дорогие богини. Итак, сейчас я расскажу вам о баллах, которые вы поставили друг другу сами. Елена, у вас пять баллов. Девушки сразу поняли, кто для них опасный конкурент, и сразу решили меня садить таким образом. Шесть баллов получаете вы, учительница первая моя. Фу ты, очевидно, что заваливала всех инночка вот это, да? Как бы ни бени-ми, ни олигофре. Ну и совершенно фантастическая оценка, девять баллов у вас. Мне поставили правильную оценку, все грамотно было сделано. Сейчас мы узнаем, какие оценки вам выставил наш фэшн-эксперт Данил Грачев, и все встанет на свои места. Первый свой конверт открывает Инна. Четыре. Четыре балла? Ну, абсолютно нет. Это не история про ультрамодный образ. Единственное, что это пока еще актуальный вариант платья в интересном цвете. Спасибо, что ты воспользовалась аксессуарами, спасибо, что ты с ними поиграла. Но, чтобы сказать, что это завершенный какой-то идеальный образ, язык у меня не поворачивается. Елена. Четыре балла. В этом образе, к сожалению, нет какой-то одной вещи, которая привлекала бы к себе внимание, которая стала бы такой стилеобразующей. Такой должна была быть косуха. Но из-за того, что не нашлось к ней правильных компонентов, она выглядит довольно-таки слабенько. Тем более и цвет интересный, но не такой, который слишком привлекает к себе внимание. Но этот образ стоило дополнить чем-то более брутальным. Ну, предположим, какими-то ботфортами. И тогда, возможно, он бы заиграл. И, наконец, педагог. Три балла. Это вещи, которые смотрятся, ну, крайне плохо и крайне скупо. Это не модно. И эти вещи плохо сидят. Брюкам явно не хватило длины. Этот блейзер повис очень странным образом. Мне кажется, что вы с этим заданием не справились не только потому, что вы не разбираетесь в моде, а потому, что так же халтурно к нему подошли, как и к своему амплуае-образу. А это значит, что побеждает наша прекрасная Инна, отправляется на модный показ в этом совершенно сумасшедшем аутфите. Прошу, это вам. Итак, я победитель. Я, я и никто больше. Это мое. Ну что ж, как прекрасно, как по-доброму, что редко бывает в нашем шоу, подошел к финалу и этот выпуск. Друзья, с вами была Маша Минагарова, это была богиня шоппинга. Увидимся совсем скоро. Ой, девочки, спасибо вам большое. Да, все, пошла вон уже, уходи отсюда, прошвантовка. Нет, нахалка. Она специально нам принизила баллы и забрала награду. Может быть, мы с тобой бы заслужили эту награду? Да, мы бы с тобой пошли. Мы бы с тобой по-палам бы ее поделили, как тортик. И привезли бы домой. Мне очень обидно, просто максимально, потому что я старалась, я готовилась. По итогу просто надо было себя подло вести и все. И тогда бы выиграла. Ну, конечно, Инна нам устроила поганное настроение, но я не расстраиваюсь. Да, у меня настроение педагогическое, и я ухожу с настроением хорошим. Девушки, когда вы научитесь красиво и модно одеваться, тогда и зависть пройдет. А сейчас выиграла только лучшее.